Уважаемый президиум, уважаемые делегаты, на основе делегации из США я постараюсь вам рассказать, почему русский язык в Америке сохраняется, почему он интересен и может быть этот пример покажется интересным. У нас здесь делегации от Нью-Йорка до Калифорнии, представленные от Аляски до Тексиса, из самых разных возрастов и профессий. Это те, кто реально работает над сохранением русской культуры, сохранением русского языка и наследия России в Америке. Что значит сохранение наследия? Петр Петрович Шереметьев сказал, что мы должны заниматься тем, чтобы строить памятники здесь и я с ним абсолютно в этом согласен. Но в Штатах мы занимаемся не только строительством новых памятников, но и сохранением старых памятников. Вот вышел сейчас журнал «Сотечественники в Америке». Вот о том, какая борьба сейчас ведется с нашими соотечественниками в Калифорнии по поводу форта Рос. Это старейший форт, который был в 1812 году открыт в Калифорнии, который сейчас на грани закрытия. Можно сказать, страшная борьба ведется со Шварцеггером, который руководит Калифорнией, чтобы не закрыли этот памятник русской культуры. И в принципе пока что это удается на ближайший год. Новые памятники, да, в нашей делегации Александр Долицкий, который создал несколько лет назад фонд и собрав миллион долларов, построил памятник советским и американским солдатам, которые осуществляли поставки в Лен-Лизе. Это все было сделано на деньги, собранные в Америке и с американским правительством. У нас представители, в делегации представителей и первых полной миграции, родившиеся в Америке, сохранившие русский язык и прекрасно на нем говорящие без вставления английских слов. Это и представители казаков у нас здесь присутствуют, и представители дворянского собрания. В то же время у нас здесь и молодежь, у нас представители организации «Заря» Александр Золотов. Это молодежное объединение, которое объединяет университетские объединения, то есть 12 и более университетов, где созданы молодежные организации, которые осуществляют конкурсы, песни, встречи, СП и так далее, и так далее. Можно долго говорить, но время у нас ограничено. Я хочу сказать о роли координационных советов. То, о чем сегодня говорил наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, президент России. Координационные советы в Штатах сегодня занимают достаточно прочное положение. Сегодня на базе координационного совета создан комитет по подготовке к празднованию 65-летия победы. Этот комитет сегодня имеет свои представительства практически во всех регионах Америки. Туда вошли не только представители координационного совета в разных штатах, но и вошли представители крупнейших организаций. Самых разных направлений, самых разных национальностей люди вошли в этот комитет ветеранской организации, которые насчитывают тысячи и тысячи наших ветеранов. Русский язык стал законом, да. Наши соотечественники и наш координационный совет боролся за то, чтобы русский язык признали законом. Петр Петрович сказал об этом, я скажу немножко два слова больше. Принят закон о том, что все материалы в штате Нью-Йорк переводятся теперь на русский язык. Вот в нашем журнале статья на эту тему пять лет боролись наши соотечественники, представители различных, самых различных организаций. У нас только в Нью-Йорке более 50 за то, чтобы русский язык признали, признали его официальным языком для выборов. Я считаю, что это большая заслуга русскоязычной общины в Америке. Что еще мы делаем? Спасибо. Что еще мы делаем? Я расскажу два слова буквально о новых проектах. Не знаю, сколько времени осталось, но и совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Хорошо. Организация «Ура» из Техаса предлагает проекты празднования 50-летия полета Гагарина в 2011 году. Я сейчас скажу об этом немножко. В 2011 году переговоры с Санкт-Петербургской администрацией, которые я начал в весну этого года в составе Всемирного комбинационного совета, в принципе, дали позитивные результаты. И мы имеем подтверждение из Санкт-Петербурга о том, что, видимо, в 2011 году Дни Петербурга в Америке будут проведены. Может быть, они пройдут и дальше. Дягилевские сезоны, только что прошли столетия Дягилевских сезонов, прошли у нас прекрасные выставки, которые готовы, на которые составлены каталоги. Эти выставки из Нью-Йорка могут быть отправлены в любую страну, может быть, не очень далеко. Это готовые, сформированные выставки, интересные. Если кому-то интересно, у нас работает Санкт-Петербург, который более 11 лет проводит всевозможные выставки, привозит художников, делает аукционы для молодых начинающих художников, дает им этим способом деньги, чтобы они поднялись. Центр провел за вот эти 11-12 лет более 50 экспозиции, выставок иногда совершенно огромнейшего размера. Единственное, что обидно, что когда приезжаю в Москву, то я вижу выпущенных в Москве изданиях фамилий не тех, кто реально работает, а людей, которых в Нью-Йорке вообще, видимо, не знают. Ну, так же получается. Да, последнее, что хочу сказать по поводу 11-го года и по поводу празднования 50-летия полёта в космос, я думаю, что это касается всех. Американский художник Проколл-Кен после полёта Гагарина сказал, советские друзья, ваш Юрий не только ваш, он принадлежит всему человечеству. И пропуская, закончим. Пусть человечество чтит день полёта Юрия, как день всего общего мира. Пусть празднует его на всей земле, с музыкой и танцами, песнями и смехом, как всемирный праздник счастья. Вот с этим я вас поздравляю, с начинающимися праздниками и с тем, что все мы собрались сюда, все мы соотечественники. Спасибо большое. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ